Здравствуйте, меня зовут Гущкова Мария, я ученица МОИТЛ номер 24. Я представляю проект «Ловец снов». Цель – изготовление ловушки для снов. Задача – изучить историю возникновения амулета, исследовать технологию изготовления изделия, придумать дизайн модели, создать ловушку для снов. Объект исследования – ловушка для снов. Предметом исследования является технология изготовления ловушки для снов. Методы исследования – анализ информации, описательный метод. Гипотеза – если ловушка оберег, будет охранять мои сны, я буду хорошо спать, следовательно, буду высыпаться и хорошо себя чувствовать. Я решила изготовить амулет-ловушку для снов в подарок самой себе. Теоретическая ценность – полученная информация, позволит мне узнать новое об амулете, знакомство с новой техникой выполнения объемных изделий. Работа заключается в том, что данное изделие можно использовать в качестве подарка близким людям. Оно хорошо сочетается с любым дизайнером интерьера на изготовление такой работы не требуются большие затраты денежных средств. В ходе работы у меня было проведено анкетирование среди учащихся и учителей. По результатам было видно, что с подобными проблемами сталкивается множество людей разных возрастов. Особенно тяжело переносить в недостаток сна дети и подростки. Анкета содержала вопросы, касающиеся отношения учащихся и учителей к оберегам. Предложено ответить на несколько вопросов. Сколько, на мой взгляд, отражает реальное отношение учеников к данной работе? В процессе я пришла к следующим выводам. Ловцы снов в прошлом служили не только оберегом для детей и взрослых, но и способствовали развитию ребенка. Он стал очень популярным предметом украшения помещений, является домашним оберегом, защищающим от кошмаров, отгоняющих дурные сны и бессонницу. Ловец снов не приносит вреда. Эти амулеты можно использовать в качестве кулонов на жерелях, в виде сережек или украшений для сумок. Это красивый яркий сувенир, широко представленный на рынке товаров, но весьма недешевый по цене. У большинства прошлых нет такого оберега. Они считают, что такую работу лучше сделать своими руками. Это дешево и оригинально. По окончанию работы я изготовила... Для изготовления амулета я повесила изделия в своей комнате. Теперь каждую ночь мне крепко спится, и я вижу прекрасные сны. Я думаю, это повлияло в мой амулет. Спасибо за внимание.